Привет! И сразу хочу сказать, что я только начинаю в сфере криптовалюты. Сегодня я тебе расскажу, где ты сможешь купить криптовалюту, как это сделать, даже если тебе нету 18, и просто покажу, как я начинаю в этой сфере. Видео будет интересным как и для новеньких, так и для более менее опытных людей. Работать мы будем с биржей Binance, ссылку на нее ты сможешь найти в описании внизу. Сейчас я тебе расскажу, как работать с этой программой. Итак, для начала нам нужно переключиться на профессиональную версию программы. Для этого нажимаем на человечка в верхнем левом углу и нажимаем на ползунок. Переключаемся на профессиональную версию Binance. Потом нажимаем на кошелек, ввод, фиат. И вот тут вы должны выбрать ту валюту, на которую вы хотите пополниться. Например, гривна. Нажимаете Card Payment и в этом окне вы просто вводите данные своей карточки. Я уже, в принципе, пополнялся. Поэтому, думаю, с этим проблем возникнуть не должно. После того, как вы пополнитесь, вы должны перевести абсолютно все деньги, на которые вы пополнялись, в доллары. Это нужно сделать для того, чтобы вам было легче ориентироваться. Чтобы не было, что вот одна криптовалют у нас куплен, например, там за гривны, другая за евро, третья за доллары и вы не помните, что вы на сколько покупали и вы запутались. Поэтому нажимаем на сделка. Нажимаем и начинаем искать. Пишем USDT и потом вы после USDT вписываете ту валюту, на которую вы пополнялись. Например, гривна. UA. Нажимаете, купите. Обязательно выставляйте рыночный ордер. И тут вы видите то количество гривен, на которое вы будете покупать. При этом 1000. Нажимаете купить USDT. У меня тут недостаточно средств, поэтому как-то позже. После того, как вы пополните свой счет долларами, то есть поменяйте свою валюту на доллары, мы можем начинать покупать криптовалюту. Поэтому опять ищем. Давайте, например, купим Cardano. Нажимаем ADA и USDT выбираем. ADA и USDT. И перед тем, как купить, мы должны посмотреть на график, где сейчас находится цена. Нажимаем на график. И вот тут вы можете смотреть, как цена росла или падала на протяжении какого времени. Вот вы можете перематывать таким движением и смотреть, какая цена. Чтобы вам было намного легче, вы также можете выставить таймфрейм, в котором вы будете смотреть график. То есть, как график у менялся на протяжении, например, 6 часов, вот тут 4 часов или 15 минут. Нажимаете на больше. Тут у вас будет больший промежуток времени, например, там 12 часов. И вот вы можете видеть, как менялась цена криптовалюты, на протяжении какого-то времени. После того, как мы посмотрели на график, можем купить криптовалюту. Вот нажимаем купить. Рыночный орден уже выставлен. И вот вводим то количество долларов, на которое мы будем покупать. Вот у вас тут будет всего и сумма. Что значит всего? Это то количество долларов, которое вы обменяете на криптовалюту. То есть, на которой вы будете покупать криптовалюту. А сумма – это то количество криптовалюты, которое вы хотите купить. Например, нажимаем на всего. Тут вводим 15 долларов. И вот он, кстати, небольшой лайфхак. Постоянно покупайте на какую-то определенную сумму. Например, там 10 или 15 долларов, если у вас небольшой депозит. Вам так тоже будет намного легче ориентироваться. Набирайте 15, ну или я у меня тут немного нажимаю, 100%. Нажимаете купить ада и вот подтвердить. Как посмотреть историю сделок? Если вы, например, забыли, насколько вы покупали. Нажимаете вот на документик, вот тут будет по центру экрана. И вот тут у вас будет история ордеров и история торговли. И тут вы сможете смотреть, что вы покупали, когда вы выставляли ордер и какая тогда была цена на определенную криптовалюту. Кстати, минимальный ордер на Binance – это 10 долларов. После того, как вы, например, открыли график и смотрите на цену и понимаете, что по такой высокой цене вы покупать не хотите. И вот подождите, например, пока цена опустится вот до сюда. Кстати, вот вы можете вот так вот отслеживать цену, просто нажав на экран и двигать пальцем и смотреть, когда была цена. Вот если вы подведете вот на пересечение этих стрелок на какую-то свечу, то вы сможете смотреть, когда это было, какая цена и какой процент был, плюс или минус. Вот вы сможете так отслеживать цену. Так вот, чтобы постоянно не находиться в сети и не мониторить цену, потому что это прям очень сложно. Вы нажимаете вот внизу на оповещение, возле зеленой кнопочки «Купить». И вот тут вы можете выставить оповещение, которое вам придет на телефон при определенном тенденции на графиках. Например, вот цена снижается до. Нажимаем «Цена снижается до», и вот тут мы выставляем то значение, при котором нам придет оповещение. Если, например, там цена снижается от до двух долларов, то ко мне придет оповещение, что цена ада снизилась или приближается к уровню в два доллара. Вот я нажимаю «Создать оповещение». Все, вот создал оповещение, теперь когда цена опустится к двум долларам, ко мне придет оповещение. Например, еще раз «Создать оповещение», «Добавить оповещение», нажимаем и цена поднимается. И вот тут мы можем теперь выставлять цена, при подъеме до которой нам тоже придет оповещение. Для чего это нужно? Чтобы, например, у вас когда телефон лежит выключен, чтобы вы не пропустили какой-то резкий подъем цены. Например, там цена сделала плюс 20%, чтобы вам пришло оповещение, и вы успели продать. Теперь выставляете вот два и пять, два с половиной доллара, нажимаете «Создать оповещение», и вот опять создалось оповещение. И теперь, когда цена вот опустится до двух, ко мне придет оповещение, я смогу купить его по хорошей цене. И когда она поднимется до двух с половиной, я смогу ее продать и на этом заработать. Теперь вот как удалить это оповещение. Нажимаете просто на мусорник и удаляете. Вот так вот. Чтобы посмотреть абсолютно все оповещения, которые у вас есть, вы нажимаете на вот эти вот три стрелочки, и тут у вас будут абсолютно все оповещения по всем криптовалютам, на которые вы создавали оповещение. Так, ну вот, в принципе все, и теперь как вывести деньги. Вы, например, пополнялись опять же на гривны, и чтобы вывести вам опять нужны гривны. Нажимаете «Сделка», и тут вы вот теперь вводите первым ту валюту, которую вы хотите купить. «UA», «US», «А», ну хорошо, нажимаем тогда «USDT», и вот опять «UA», можно так тоже. Нажимаем, и тут мы уже нажимаем «Продать». Опять, рыночный ордер всего. Это сколько вы хотите гривен вывести, а лучше нажимаете теперь суммы, там 100% доллара вы хотите продать и вывести гривны. Нажимаете «Продать доллары», и нажимаете потом «Подтвердить» и продаете доллары. Потом нажимаете на «Кошелек», «Вывод», «ФИАТ», тут выбираете, вот, например, у меня гривна, и выводите просто деньги. Так, вот вам забыл рассказать, как продать риптовалюту. В принципе, все точно так же, как и как она покупается, так и продается. Вот, например, давайте вот «Ripple XRP», «USDT», нажимаем, вот, например, как его продать. Нажимаете «Продать», например, там 100% «Ripple», и продаете, нажимаете «Продать», вот кнопочка «Продать» и «Подтвердить», и вот так вот, в принципе, всего того, что я рассказал, будет для вас достаточно для начального уровня работы. И продолжаем. Как купить криптовалюту, если тебе не до 18? Ну, у тебя тут два варианта. Это либо проходить верификацию с помощью твоих родителей, либо через обменник. И, естественно, тебе нужна будет карточка для обоих вариантов. Сейчас давай подробно разберем каждый вариант отдельно. Что насчет первого варианта? Тебе нужен будет кто-то совершеннолетний, как я уже предлагал твои родители. Тебе нужно будет взять у них документ, конечно же, с их разрешения, если не хочешь получить по голове. Тебе нужно будет взять у них документ, типа паспорта. Но большой плюс Binance в том, что тут можно проходить верификацию по водительским правам. И понятно, что фотографию водительских прав согласятся отправить куда охотнее, чем фотографию паспорта. После загрузки снимка документа нужно будет сделать еще пару фотографий с лицом, немножко подождать, и все, верификация пройдена. После этого ты уже можешь спокойно пополнить счет и торговать криптовалютой. Все, что тебе понадобится для второго варианта, это сейчас немножко внимание на экран, карточка и все. Для начала нам нужно зайти на сайт BestChange и выбираем карту, с которой мы будем оплачивать. Я, например, с гривневой. Потом выбираем криптовалюту. Выбирайте абсолютно любую, потому что потом на Binance мы будем менять на доллары. Я, например, выбираю биткоин. Потом заходим на обменник и здесь мы должны будем ввести адрес криптовалют. Вот у меня он уже введен. Как его найти? Нажимаем на Binance, кошелек, вот криптовалюты и ищем биткоин BTC. Нажимаем биткоин, копируем кошелек, заходим сюда, отвернулся, стираю и вставляем адрес. Потом нажимаем на сумму, вводим на сколько мы покупаем крипту, заполняем личные данные, нажимаем перейти к оплате и оплачиваем. И вот спустя несколько минут к нам на счет приходит биткоин, мы можем нажать продать его, продаем биткоин, я вот выбираю рыночный ордер, продаем биткоин и начинаем торговать. Все. Если тебе было что-то непонятно, то задавай свой вопрос в комментариях и я попытаюсь на него ответить. Итак, что я уже успел сделать на Binance. Я закинул туда 35 долларов, купил немножко крипты и где-то через день у меня уже было 40 долларов, а потом началась коррекция и все упало где-то на 15-30%. И мои 40 превратились в 25. Но через три дня все опять начало расти и я смог сделать сверху 10 долларов и того у меня на счету уже было 45. Я начал довольно недавно разбираться в этой сфере, поэтому я еще продолжаю торговать и скоро выпущу ролик, потом расскажу, что у меня получилось, какие были мои ошибки и смог ли я заработать вообще. Так что ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот ролик. Напоминаю, что все ссылки из видео вы сможете найти в описании, также в описании есть ссылка на мой инстаграм. Надеюсь, это видео было полезным и интересным. Не забывайте писать комментарии, я на все комментарии отвечаю. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующем видео. Пока!